С началом нового учебного года в Кашхабльском районе традиционно проходит августовское совещание работников образования. Событие, которое объединяет педагогов, представителей власти и общественности. На нашем совещании присутствуют почетные гости, дорогие ветераны педагогического труда. Сегодня мы с огромным уважением и благодарностью приветствуем вас на нашем совещании. Ваше присутствие для нас – большая честь. Это подтверждение непрерывной традиции преемственности в образовании. Вы отдали свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, заложили основы знаний и нравственных ценностей для многих тысяч людей. Ваши ученики стали успешными специалистами, творческими личностями и достойными гражданами нашей страны. В этот день мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости и счастья. Пусть ваши воспоминания о профессиональной жизни будут теплыми и светлыми. И пусть вас всегда отбужают благодарные и достойные выпускники, которые с теплотой вспоминают ваши уроки и ценят вашу класс в их становлении. И знать нашей глубокой благодарности и уважения, примите от нас эти цветы. Спасибо вам огромное. Совещание возглавил глава района Заур Хамирзов, который тепло поприветствовал всех присутствующих и подчеркнул важность этого мероприятия для дальнейшего развития образования в районе. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Пожелаю всем естественного здоровья, утепления, успехов. Образование – это неотъемлемая часть нашей жизни. И каждый учебный год приносит нововведения. И этот год является тоже не исключением последнего времени. Вы прекрасно знаете, что очень серьезное внимание уделяется не только образовательной части, но и обитательной позиции возвращаются. Я очень ценю труд для педагога. Я вам всем желаю, чтобы все ваши дети, которые выкладывали в свою душу, Александр Александрович, завладились. Это дальше всегда. Я уверен, что у нас у всех все будет хорошо, счастья, здоровья, благополучия вам, нашим семьям. С приветственным словом также выступил председатель районного совета народных депутатов Александр Брянцев. Уважаемые дороги нашего района, ветераны медоведческого труда, от всей души хочу поздравить вас с праздником Днём Знаний, здоровья вам, счастья, благополучия, реализацию всех намеченных вами планов, хороших и прилежных учеников. И отдельное спасибо за ваш труд, который очень нужен, очень ценен в сегодняшнем современном обществе. Еще раз праздник! Центральным моментом совещания стал доклад начальника управления образования района Осяд Берзеговой. Она подытожила результаты прошедшего учебного года и обозначила приоритетные направления на будущее. Владимир Владимирович Путин в своем указе от 7 мая 2024 года сформулировал национальные цели развития государства на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Это сохранение населения, поддержка семьи, воспитание патриотичной социально-ответственной личности. Поэтому сегодня в год семьи в центре внимания нашего августовского совещания будет семья. Семья и школа – два фундаментальных института, которые позволяют создать благоприятную атмосферу для ребенка, где он может расти и развиваться гармонично. И не случайно темой нашего совещания выбран один из основных призывов года семьи – создаем будущее вместе. Сейчас наша система образования проходит настоящую перезагрузку. И для нас важно предоставить родителям те ресурсы, которые помогут сделать наше взаимодействие понятным, открытым, строить коммуникацию, научиться видеть и слышать друг друга. Если говорить образно, семья и образование – это берег и море. На берегу ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое море знамени. И курс в этом мире прокладывает школа. Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега. Ведь и моряки дальнего плавания всегда возвращаются на берег, и каждый моряк знает, как он обязан берегу. Уважаемые коллеги, мы являемся не только наблюдателями, но и активными участниками изменений политической, экономической и социальной ситуации в нашей стране. Педагог является ключевой фигурой этих изменений. Дорогие коллеги, хочу искренне вас поблагодарить за ваш самоотверженный труд. Вы не только передаете знания школьникам, но и формируете мировоззрение, воспитываете душу, любовь к своей малой и большой родине, к родителям, к традициям. Это то, что сегодня мы называем возрождением исконных традиций, которыми славилась отечественная система образования. Сегодня будет дан старт новому учебному году. Считанные дни остались до начала нового учебного года. Все образовательные учреждения заняты подготовкой к этому дню. Несмотря на все сложности, в целом работа по подготовке к новому учебному году завершена. Коллеги, образовательная система Кашхабовского района включает, как и в прошлом году, 28 образовательных организаций, из них 13 общеобразовательных, 13 дошкольных, 2 учреждения дополнительного образования. Для своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году разработана дорожная карта на материально-техническое оснащение учреждений, в которой определены основные мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса, осуществлению текущего капитального ремонта зданий и сооружений, обеспечения комплексной безопасности, общий объем финансового обеспечения дорожной карты составил 53 млн 595 тыс. рублей. В рамках регионального проекта «Современная школа национального проекта образования» в 2024 году создан и будет открыт Центр образования естественной научно-технологической направленности «Точка роста» в основной общеобразовательной школе номер 13 Кутора Карпадина-Гидроинский. Сумма затраченных средств на строительные работы составила 674 800, а на закупку мебели 584 500 рублей. На сегодняшний день на территории района созданы Центры «Точка роста» во всех 13 общеобразовательных учреждениях. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году проходила с учетом требования к антитеррористической защищенности объектов согласно действующему законодательству постановлению правительства Российской Федерации. За счет следствий муниципального образования выполнены все мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Все образовательные учреждения имеют тревожные кнопки с передачей сигналов в подразделениях выезд национальной гвардии, а также оснащены системой видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системой обеспечения, а также охрана объектов образования осуществляется в частных охранных предприятиях. Во всех образовательных учреждениях проведен текущий и косметический ремонт, частично закупленная мебель, оборудование с учетом современных требований к образовательному процессу. На эти мероприятия было затрачено из муниципального бюджета более 875 тысяч рублей. Из особо значимых проведены работы по подготовке проектно-сметной документации для 10 общообразовательных учреждений. Это школы номер 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 6 дошкольных образовательных учреждений. Это образовательные учреждения 1, 4, 5, 10, 11, 12. И поданы заявки для участия в отборе в государственной программе развития образования на предоставление субсидий из федерального бюджета для проведения капитального ремонта зданий общообразовательных учреждений на 2025-2027 годы. Хочу поблагодарить от вашего лица, от себя лично, администрацию муниципального образования Кашхабинский район, главпоселений, руководителей и коллектива образовательных организаций, родителей и социальных партнеров, одним словом, всех неравнодушных за неоценимую финансовую, физическую, моральную помощь в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Учителя успешно осваивают новые площадки для обмена опытом и повышения собственных предметных компетенций, занимая призовые места во всероссийских олимпиадах для учителей. Всего 15 педагогов в 2024 году стали на региональном уровне победителями, призерами и леоуреальными. Из них впервые в республиканском этапе всероссийского профессионального конкурса в Кашкаповском районе впервые имею в виду. Воспитатель года Адыгея победителем стали Мишенко Светлана Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад общая развивающего вида номер 14, зорьков муниципального образования Кашкаповский район. Она будет представлять и район, и республику на федеральном уровне. Мы ее от всей души поздравляем, желаем удачи и наше здание. Также нас порадовали своими успехами в республиканских профессиональных конкурсах наши педагоги. Айтекова Зарима Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, муниципального образования Кашкаповский район, детский сад общая развивающего вида номер 8, Толбен и Кашиева Жанна, учитель городского адгейского языка и родной адгейской литературы, муниципального бюджетного образовательного учреждения, муниципального образования Кашкаповский район. Средняя школа номер 5, имена героя Советского Союза Адрея Юсухаревича Кошева, ставшая призером конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» на геональном этапе. Молодой педагог Елен Александр Вадимович, учитель английского языка муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Кашкаповский район, средняя школа номер 8, стал лауреатом республиканского этапа профессионального конкурса «Учитель года». В объектном заученном конкурсе методических материалов геопедагических работников образовательных организаций Республики Адыгея, посвященного году 7, в 2024 году в номинации «Организация проектной деятельности обучающихся» Победителем стала Дышекова Джанисер Магометовна, учитель физики и астрономии муниципального бюджетного образовательного учреждения средней школы ЗНФ-5, аула ВИЧИКСИ. Социальные педагоги образовательных учреждений вместе с своими командами принимают активное результативное участие в профилактических мероприятиях регионального уровня. Победителем Республиканского конкурса детских и молодежных социальных проектов антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» в 2023 году в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленный на снижение спроса на наркотики» стала Адамеева совета анимационный социальный педагог муниципального бюджетного учреждения средней школы номер 1. Команда средней общеобразовательной школы номер 9 Силогольного приняла участие и стала призером регионального этапа всероссийского конкурса методических материалов по профилактике употребления наркотических средств, психотропных, психоактивных веществ, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, среди обучающихся здоровья и безопасности методические ресурсы. Средняя общеобразовательная школа номер 8 Силогольного стал призером в конкурсе «Школа территории безопасности». На 31 июня 2024 года в школах района имеется потребность учтия, физики, математики, химии, биологии, русского языка и литературы, английского языка, истории и общества знаний. Если мы сегодня подводим итоги года семьи и говорим о важном значении семьи в образовании, то никак не можем обойти наши педагогические семьи и династии. В Кашкаковском районе с гордостью трудится не одно поколение педагогов. Это не просто профессия, а дело жизни, передающееся из поколения в поколение. В нашем районе многие семьи могут похвастаться педагогическими династиями, которые вложили свой труд и душу в воспитание нескольких поколений людей. Среди таких династий выделяются династии Мамишевых, Луценко, Дамовых, Бурьяновых и так далее. Эти династии педагогов – настоящее украшение образовательной стены Кашкаковского района. Их неугасимая любовь к детям, опыт и преданность своей профессии являются залогом успеха в образовании подрастающего поколения. Мы гордимся нашими педагогическими династиями, семьями и желаем им крепкого здоровья, творческого вдохновения, дальнейших успехов в благородном деле воспитания детей. Следующая стратегическая задача – выявление и поддержка развития талантливых детей. По итогам проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, учащиеся в районе заняли 208 победных и 1010 призовых мест. Общебызывательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе, не было. Победителям призерного муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников стали 211 учеников, получившие 36 победных и 175 призовых мест. Общеобразовательные организации, имеющие наибольшее количество комбинных призовых мест – это средние школы номер 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Среди школ лидируют школы 2, 5, 8, 9. В региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в клинике участия 44 обучающихся 9-11 классов, из которых призерами стали 11 человек. Это средняя общебызывательная школа номер 9 – 5 человек, средняя школа номер 8 – 3 человека и средняя школа номер 2 – 2 человека. Средняя общебызывательная школа номер 7 – 1 человек. В 2024 году Кирашевскую стипендию присудили 37-38 студентам-отличникам, которые являются выпускниками школ Кашкарского района в размере 5 тысяч рублей каждому. Сумма выплат составила 190 тысяч рублей. Гордимся достижением ученика 10 класса средней общебызывательной школы номер 10 – Шкалакова Альбека, который впервые в истории Кашкарского района стал победителем и участником полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». С 31 августа по 6 сентября Альбек будет принимать участие интенсивной программе полуфиналов во Всероссийском детском центре «Смена» в городе Анапа. Особое внимание было уделено работе местного отделения «Движения первых», о которой рассказала председатель районного отделения Дана Кадакоева. Активисты вдохновили всех своими достижениями и планами на дальнейшую деятельность. В мероприятии приняла участие представитель Министерства образования и науки Республики Адыгея Наталья Лилистархова. Она поделилась результатами государственной итоговой аттестации, а также выделила важные аспекты, на которые педагогам следует обратить внимание в своей работе в будущем. «Очень хотелось бы пожелать вам, уважаемые коллеги, мира, добра, благополучия вам, вашим силам, крепкого здоровья. Хочу, чтобы каждый день кинносил вам радость, чтобы, идя на работу, получали удовольствие, чтобы при встрече с детьми не возникало никаких трудностей, чтобы дома было все гладко, мирно, благополучно, чтобы ваша работа никак не отражалась на том, что от вашей работы и от загруженности на работе страдала наша семья. Всего вам доброго, с наступающим учебным годом. Всех вам! Спасибо!» Не обошлось и без радостного момента представления новых учителей, которые в этом году пополнят ряды педагогов района. Четыре специалиста, готовые привнести свежие идеи и подходы в образовательный процесс, с нетерпением ждут встречи с учениками. Завершилось совещание торжественной церемонии награждения лучших педагогов района. Почетные грамоты от главы муниципалитета, Совета народных депутатов и Управления образования стали достойной наградой за труд и преданность делу. И, конечно же, в финале всем участникам было приятно услышать видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который поделился ключевыми достижениями в области образования и озвучил планы на будущее. Таким образом, августовское совещание стало не только подведением итогов, но и отличной возможностью для вдохновения и мотивации на новый учебный год. Уверены, что впереди нас ждут новые победы и достижения в сфере образования Кашхабрского района.